Что оказывается, мы не знали, оказывается, Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы или спианки-каннибалы в перерывах между обогащением Урана для создания грязной полбы, скречивая коронавирус обезьянь и оспой, и начинали через жопу этим коронавирусом от боевых уток. Что нами влюбили, так сказать, и планировали нападение на Беларусь с четырех сторон. Что они там принимают? Дайте мне эти препараты, я тоже хочу. Чтобы тоже так было. Сиреневый тушкан над нами пролетает, оранжевый верблюд поет из темноты малиновый пингвин, с собой нам объясняет, что дедушка в лесу нашел не те грибы. Дайте мне. Дайте мне эти грибы, я тоже так хочу. Не, правда. А когда сказали, что Соловьёва готовилась к покушению, это, понимаете, да, вам ха-ха-ха, человек был в опасности. Страшное покушение, обезвреденное ФСБ вовремя, ячейка у кронацистов, которые, оказывается, были спящими. То есть они спали 15 лет, их ещё Ющенко ввёл в этот глубокий сон. И вот они там находились в этом сне, их разбудили. Слава Богу, не успели они, так сказать, напасть на Соловьёва, но у них изъяли два пулемёта, три виномёта, пули, патроны, нацистскую литературу. Как они ещё не добавили осиновый кол, круть девственниц, майн кампф в оригинале. Ну даже тут у нас есть натовские базы. Ну возьмите вы одну, эту боевую утку, дайте ей понюхать носки с Соловьёвым. И уже на следующий день мы бы видели в заголовке «Боевые утки засрали Соловья до смерти». Почему они не догадались, я не знаю. Страшное дело. Там, конечно, такое. «Боевые утки засрали Соловьёвым»